Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такие микросборочки интересные. Маркировочка у них разная. Вот тут 235 и дальше по буквам, ну, чуть ли не все разные. DA1, UR7, PS1 и так далее и тому подобное. Но все 235. Внутри они выглядят вот так. Как видите, здесь присутствуют бескорпусные КМ. С обратной стороны у микросборки выглядит вот так. То есть присутствует незначительное количество золотых волосков. Можно на них не акцентировать внимание, а чисто по КМочкам здесь, думаю, будет интересно. Сейчас план действий таков. Я их разбираю все, подготавливаю. Включусь, когда они уже будут все разобраны. А в конце ролика мы узнаем общий вес по бескорпусным КМ-конденсаторам. Все, не переключаемся. Вот обратите внимание на маркировочки. Есть повторы. Вот 235 до 1 повторяется, вижу. А все остальные, ну чуть ли не все. А вот Ха еще 6 тоже. То есть, повторы есть по сериям. Но это я выложил какое-то незначительное количество. Общее количество микросборок 69 штук. Включаю уже вот эти разобранные. Сейчас все разберу и включусь, покажу. Вот я уже разобрал эти все микросборочки. Состав, конечно, очень разнообразный. Значит, смотрите. Вот так способ крепления вот здесь просто посажено на клей. Видите, вот я слегка подковыриваю отверточкой тоненькой. И он сразу отлетает. А есть как будто вот немножко на припое. Ну, а может быть просто клей лучше держит. Эти, скорее всего, я буду немножко подогревать феном. И вот такие они вот чистенькие отлетают. Сейчас я это все дело попробую разобрать. И встретимся с вами на взвешивании. Друзья, ну вот и долгожданный результат по весу КМ. Обратите внимание, все они чистенькие. Ни лака, ни лишнего припоя. Ничего здесь нет. Давайте проведем взвешивание. 13,5 грамм. Ну, я считаю, довольно неплохой результат. Обязательно обращайте внимание на микросборочки. Внутри вас могут ожидать приятные сюрпризы. Всем пока и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...